Валерия Кореная в программе «Крылья с чердака». И будет, как назло ползти, трамвай, метро, не знаю, что там. И вьюга заметет пути на дальних подступах к воротам. А в доме будет грусть и тишь, хребт счетчика и шорох книжки, Когда ты в двери постучишь, взбежав наверх без передышки. Вы скажете, вам не знакомы эти стихи? Уверена, что вы их слышали, причем сотни раз, Только без этих, прочитанных мною, двух строф. А если я завершу их последним Катреном, последней строфой, Тогда, вы знаете, за это можно все отдать. И до того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать Весь день, не отходя от двери. Теперь узнали? Узнали теперь. Ну, конечно же, автор этих строк – Вероника Тушнова. А ушала Борисовна Пугачева с помощью композитора Марка Минкова Сделала так, чтобы это потрясающее по силе стихотворение Превратилось в гениальную песню-спектакль «Не отрекаются любя». Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Валерия Кореная за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Вероника Михайловна Тушнова из тех поэтов, Чьи стихи переписывали в своей тетрадке все девчонки, Даже далекие от поэзии. Потому что ее строки, будучи абсолютно простыми, Настолько, что, кажется, это ты сам их написал, Эти строки, однажды запав в душу, остаются в ней навсегда. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, И весну еще наколдует, и память перелистает, И встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит, И еще меня на рассвете губы твои разбудят. И это тоже ее стихи, Этой необыкновенной красоты черноволосой женщины С печальными глазами омутами, Которую современники называли восточной красавицей. У ее стихов есть адресат той любви, Которая, если и становится счастливой, То, увы, лишь на бумаге, только в стихах. Большой поэт редко бывает счастлив, Это уже аксиома. Но большой поэт умеет даже самую сильную боль превратить в свет. Вероника Тушнова родилась 27 марта 1911 года в Казани. Сборники ее стихов не расхватывали С библиотечных полок, С прилавков книжных магазинов. Вовсе не потому, что эти стихи были неинтересны, Или их автор была никому неизвестна. Нет. Просто во времена коллективного энтузиазма И прославления партии и прочей верхушки Было не принято выносить на публику Столь откровенную исповедальную поэзию. Потому и печатали ее мало. Тогда. Но стихи ее не могли не жить. Они переходили из рук в руки, Из уст в уста. Бывает такая сильная любовь, От которой рождаются сильные стихи. И что из них сильнее, еще вопрос. Такое случается, опять же, у больших поэтов. Вот и всю свою любовь Вероника Тушнова изливала на бумагу. Только так можно освободиться От этого подчас непосильного груза. Любовь для нее самое главное Высокое чувство, при этом жертвенное. А все, что она оставляла для себя, Подчас слабую, а иногда рвущуюся наружу Надежду на счастье. Но вот как при этом могло не разорваться сердце? Буквально. Как оно могло пережить то, Что взрывает его изнутри? Именно стихии были тем спасением, Только они могли приглушить эту боль. С каждым новым стихотворением Тушнова немного отпускала И боль, и свою любовь. Потому что беззащитно сердце человека, Если без любви. Любовь река. Ты швырнул в сердцах булыжник в реку, Канул камень в реку на века. Пять минут качались облака. Отец Вероники Михаил был большим человеком, Профессором медицины И действительным членом Всесоюзной сельскохозяйственной академии. Мать Александра, урожденная Постникова, Выпускница высших женских бестужерских курсов. Она прекрасно рисовала. И родившись в столь образованной семье, Будущая поэтесса владела французским и английским языками, А после школы по воле отца поступила на медицинский факультет Казанского университета. Когда ей исполнится 20, отца переведут в Ленинград. Там Вероника продолжит учебу в мединституте. Затем они переедут в Москву, Где она поступит в аспирантуру при кафедре гистологии. Но при этом займется и совсем другим делом, Которое позже станет главным в ее жизни. Наряду с увлечением живописью ее затянет поэзия. Да, стихи она пишет с детства. Впоследствии будет заниматься и переводами, Переводить татарских, башкирских, армянских поэтов, Эстонских, молдавских, сербских и поэтов многих других национальностей. Вполне вероятно, что она прожила бы свою жизнь, Похожую на сотни тысяч других жизней. Семья, дети, война, работа. Да, отчасти так и будет. Можно было бы рассказать ее биографию по датам и событиям, Пройти по ее судьбе напрямик. Но как вместить в эти даты, Проходящую красной нитью, Через ее уже зрелую жизнь, Невероятную любовь? Да, жизнь ее была трудной, Но у многих она была непростой. А в случае с Тушновой главными стали вовсе не трудности, А именно любовь, Которая и счастье, и наказание одновременно. Не знаю, права ли, Не знаю, честна ли, Не помню начало, Не вижу конца. Я рада, что не было встречи под часами, Что не целовались с тобой у крыльца. Я рада, что было так немо и прямо, Так просто и трудно, Так нежно и зло, Что осенью пахло тревожно и пряно, Что дымное небо на склоны ползло, Что сплетница Сойка до хрипа кричала На все побережье, Про нас раззвоня, Что я ничего тебе не обещала, И ты ничего не просил у меня, И это нисколько меня не печалит, Прекрасен той первой поры неуют, Подарков не просят и не обещают, Подарки приносят и отдают. В 1935 году внезапно скончался Ее отец-академик, Что стало первым и самым страшным ударом В ее судьбе. Но вместе с тем этот удар Вполне вероятно спас семью от репрессий Во время разгрома советской генетики. Вероника выйдет замуж За известного врача-психиатра Юрия Разинского, И в 1939 году На свет появится их дочь Наталья. Именно доктор Разинский Вылечит от Менингита Сына Бориса Пастернака И Ольги Ивинской. Поэтесса и врач Тушнова и Разинский Необычайно красивая пара. На улице на них оглядываются, А претендентов на сердце Красавицы Вероники немало. От ее очарования Мужчин перехватывает дыхание. Ей достаточно улыбнуться, И она покоряет навсегда. Но не только красота в этой женщине. Ее называют ангелом. Мягкая, ласковая, С солнечной душой. Друзья говорят, Что таких, как Вероника, Не бывает. Она с удовольствием Делает подарки, Помогает всем, Забывая о себе, И многие даже не верят В ее искренность. Тем временем Дипломированный врач Вероника Тушнова Серьезно занимается поэзией. И по совету Веры Инбер Поступает в литературный институт. В 41-м году Война нарушит ее планы. Она с маленьким ребенком на руках И больной матерью Эвакуируется из Москвы И работает в госпиталях Казани. Там ее будут обожать все. Говорит, что она может вдохнуть Жизнь даже в безнадежных больных. Она и будет бороться За каждого человека. Ее назовут доктором с тетрадкой. Редкие минуты Свободного времени Тушнова посвящает стихам. В феврале 43-го Она вернется в Москву И, работая в госпитале, Начнет писать диссертацию. И продолжит писать стихи. А в 44-м Появится публикация В комсомолке. Это будут стихи о дочери С такими строками. Понятлива, пытлива и умна На многое ответы ей нужны. Она меня спросила, Как ты, мама? А было так, что не было войны? Да, было так. И будет, будет снова. Как хорошо тогда нам станет жить. Ты первое услышанное слово Еще успеешь в жизни позабыть. И на молодую поэтессу Обрушится шквал писем и любви. В том же военном 44-м Она напишет свое уникальное, Если не гениальное стихотворение Настоящий гимн любви Не отрекаются любя. Представить трудно, Что эти строки были созданы Тогда, во время войны, А не в 70-х годах, Когда мы с вами услышали их впервые. Обращено стихотворение Будет к мужу, Вернее, к истории его ухода И возвращения. Юрий отправится на фронт И в семью вернуться не захочет. Но когда за ним Тяжело больным некому будет ухаживать, Эту функцию медсестры и сиделки Возьмет на себя бывшая жена. Вероника примет его И станет выхаживать Не только бывшего супруга, Но и его больную мать. И действительно, Я перестану ждать тебя, А ты придешь совсем внезапно. Даже в стихах о войне На военную тему у Тушновой Всегда на первом месте Ее собственные ощущения И сравнение с мирным временем. Как лживо все, И эта тишина И мягкий полок Облачных волокон, Как пристально В глаза людей война Глядит пустыми впадинами окон. Да, и во время войны Люди сходятся, расходятся, Изменяют, рожают, любят. Эта мирная жизнь Идет своим чередом В какой-то параллельной плоскости, Реальности, всегда рядом. Рядом с бомбоубежищами, Грохотом войны, Воронками от нее И нескончаемыми смертями. Год победы 1945-й станет для Вероники Не только радостью от победы, Но трагедией, смерти мамы. И тогда же выйдет Первый сборник ее стихов Под названием «Первая книга». Много нынче в памяти потухло, А живет безделица, пустяк. Девочкой потерянная кукла На железных скрещенных путях. Над платформой пар от паровозов Низко плыл, в равнину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, Но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, Молча шли, без света и воды, Полной внезапной и жестокой, Горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, И рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой И желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, И толпа к посадке торопясь Куклу затоптала у теплушки В жидкую струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, И разлуки не поймет она. Так хоть этой крохотной потери Дотянулась до нее война. Некуда от странной мысли деться. Это не игрушка, не пустяк, Это может быть обломок детства На железных, скрещенных путях. Стихами из этого сборника Будет зачитываться и зачитывать гостей Сам Василий Качалов. После войны Вероника Тушнова Выйдет замуж вновь. Вторым ее мужем станет литератор Юрий Тимофеев, Начитанный, разносторонне эрудированный человек, У которого настоящий талант. Собирать вокруг себя таланты, Вдохновлять их. Он возглавит издательство «Малыш», Которое до него влачило Жалкое существование, Издавая халтурные серые книжки-раскладушки. А вот с Тимофеевым «Малыш» расцветет. У главного редактора Абсолютный поэтический слух. Он вытащит на свет Божий поэтов, пишущих в стол, И будет распространять их В самиздатовских журналах. Дома у него будут собираться толпы Художников, литераторов, поэтов, Начинающих киношников. Затем он станет главным редактором Издательства «Детский мир». С Вероникой они проживут 10 лет. Расставаться будут тяжело. Все подробности их жизни и расставания Словно вычеркнуты из истории чьей-то рукой, Стерты ластиком. Но и этот опыт станет лишь ступенью По дороге к самой большой любви Тушновой. Она случится позже, Когда ей будет уже за 40. Невероятная, сильная, трагичная, Взаимная, но безнадежная любовь, Которую она посвятит Свои самые прекрасные стихи. Они войдут в ее последний сборник «Сто часов счастья». Всего лишь сотни часов Она измерит его. Вообще, все ее стихи, Так или иначе, О простом счастье, Которого хочет каждый. Ей-то достанется совсем немного. О самом главном и самом трагичном Периоде жизни Вероники Тушновой, А также об истории главной песни В репертуаре великой Аллы Пугачевой Во второй части программы «После ста часов счастья». Не переключайтесь. С вами Валерия Кореная На волне 620 М. Дэвидзен Радио. В эфире программа «Крылья из чердака». С вами Валерия Кореная. Уважаемые радиослушатели, Мы с вами летим дальше, На наших крыльях с чердака В жизнь полную любви и трагедии, Полную света и стихов. В жизнь удивительной женщины, Поэта Вероники Тушновой. Можно сказать, Что ее литературная судьба Была успешной, Но не безоблачной. В самом начале пути Ее обвиняли в манерности, Излишней сентиментальности, Подражании салонной манере Ахматовой. А вот такое сравнение Для Тушновой было лестным. Она умела держать удар. Эта хрупкая, Очаровательная, Домашняя женщина Обладала невероятным запасом Мужества и великодушия. Близкие не были уверены, Что она была счастлива в жизни Хотя бы час. Но из всего она умудрялась Делать счастье. Лепить его. Из любви к природе в том числе. Вот только зиму она не любила. Эта холодная, неприступная красота Ассоциировалась у нее со смертью. Почти десять лет Не решалась Тушнова На издание второго своего сборника стихов. Все это десятилетие молчания Она работала рецензентом В издательстве художественной литературы, А черкистом в газете Переводила с подстрочников И при этом искала Свой собственный путь в поэзии. И нашла. Этот путь оказался поиском Того самого счастья. Надо верными оставаться, До могилы любовь неся. Надо вовремя расставаться, Если верными быть нельзя. Пусть вовек такого не будет, Но кто знает, что суждено. Так не будет, Но все мы люди. Все равно запомни одно, Я не буду тобою брошено, Лгать не станешь мне, Как врагу. Мы расстанемся, Как положено. Я сама тебе помогу. И ведь поможет, Но сначала эта встреча Перевернет всю ее жизнь. Александр Яшин. Поэт, Прозаик. Он не свободен, Еще как не свободен. Он отец семерых детей, Женат третьим браком. Жена тоже поэт, Но, увы, Психически нездоровая женщина. Друзья, шутя, Называют его семью Яшинским колхозом. Они будут встречаться тайно, В других городах, В гостиницах, Будут ездить в лес, Бродить целыми днями, Ночевать в охотничьих домиках. А возвращаясь на электричке В Москву, Вероника будет выходить За две-три остановки до него, Чтобы их не видели вместе. Все же сохранить отношения В тайне не получится. И начнется. Друзья осуждают Яшина. В его семье Самая настоящая трагедия. Веронике жаль И любимого мужчину, И его жену. А Яшин мечется От чувства долга К любви и назад. Тушнова станет автором стихов Известной песни На музыку Александра Дулова. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Помните вот эту «В самолет меня возьми, На усталость мне пожалуйся, На плече моем усни». Судьба сделает неожиданный подарок Тушновой и Яшину. Вторую молодость, Безграничное и безмерное чувство, Которое полностью захлестнет их. Но, увы, Не всегда любовь побеждает. Тушнову в этот период Напишет большое число Самых прекрасных стихов, Посвященных Яшину, Родившемуся с ней, кстати, В один день, 27 марта, Но двумя годами позже. Он мне и воздух, Он мне и небо, Все без него, Бездыханно и нема. Напишет она, А свое чувство к нему назовет Бурей, С которой никак не справится. Ему будет посвящен И последний сборник Тушновой «Сто часов счастья». Дождик сеет, 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 С полуночи моросит, Словно занавески Сейные за окошками висит, А в лесу кричат кукушки, Обещают долгий век. Мне не грустно И не скучно. Я Счастливый Человек, Из раскрытой Настежь двери Пахнет глиной И травой. А кукушкам я не верю, Врать кукушкам Не впервой. Да и что считать Бестолку Лишним годом дорожить? Но недолго, Так недолго, Только б счастливо Прожить. Так прожить, Чтоб все, Что снится, Все сбывалось наяву. Так прожить, Чтоб петь, Как птица, Так прожить, Как я Живу. Красивый, Сильный, Обаятельный, С повадкой орлиной, С душой глубиной, С усмешкою дерзкой, С улыбкою детской, Напишет о Яшине Вероника. Александр Яшин Даст рекомендацию В союз писателей Булату о Куджаве. Ему во многом будут обязаны Своим становлением В русской литературе Поэт Николай Рубцов И прозаик Василий Белов. После публикации Рассказов Яшина «Рычаги» И «Вологодская свадьба» На их автора Обрушится травля. Для него Лауреата Сталинской премии Закроются Двери Издательств И редакций. Некоторые Его произведения Останутся Недописанными. Вероника Одна из немногих Поддержит Его И оживит Своей любовью. Но Итог Этой взаимной Любви Будет печальным. Яшин Примет Трудное Для себя Решение Расстаться С любимой Женщиной. Она Будет Мучительно Переживать Одиночество И не имея Возможности Видеться С ним Будет Говорить С любимым Мужчиной Стихами Настолько Искренними И Исповедальными Что они Будут восприниматься Как Дневники. И вот Ей 54 Года Яшин Не смог Оставить Психически Нездоровую Жену Да и Вероника Не сумела Настоять На этом. Очень Скоро У Тушновой Обнаружат Онкологическое Заболевание На последней Стадии. Она Лежит В больнице От Лекарств Ей Больно Улыбаться Она Очень Худая Без Сил. Ее Навещают Друзья Приходит И Яшин. Она Командует Присутствующим Отвернуться И через Несколько Минут Перед Ними Неизможденная Болезнью Женщина А все Та же Красавица Улыбающаяся С пылающими Щеками И звонким Голосом. Сильная Любовь Может Если Не побороть Смерть То Помочь Встретить Ее Достойно Оттянуть Момент Ее Прихода И дать Ей Понять Что Есть Нечто Большее Чем Она И Это Большая Любовь В последние Дни Своей Жизни Она Запретит Пускать Яшин К себе В палату Захочет Чтобы Он Запомнил Ее Красивый Веселый Живой Всегда Была Такая Как Хотел Хотел Смеялась А хотел Молчала Но Гибкости Душевной Есть Предел И Есть Конец У Каждого Начало Умирала Вероника Михайловна В тяжелых Мучениях Ее Не Стало 7 Июля 1965 Года Перед Уходом Она Успела Подержать В руках Сигнальный Экземпляр Своего Последнего Сборника Сто Часов Счастья Возможно Они Действительно Были В ее Жизни Эти Сто Часов Но Близкая Подруга Скажет Не Знаю Была Ли Она Счастлива В Жизни Хотя Б Час Александр Яшин Потрясенный Смертью Тушновой Опубликует Литературной Газете Некролог И посвятит Ей стихи С такими Последними Строками И знаком Вопроса В конце С горем Не в силах Справиться В голос Реву Зову Нет Ничего Не поправится Из-под земли Не явится Разве Что Не наяву Так И живу Живу Яшин Уезжает В свой Небольшой Домик Где Зализывает Раны Воя Как Дикий Зверь Он Перечитывает Ее Стихи Он Моментально Состарился Ссохся Глаза Его Погасли Только После Ее Ухода Он Понял Что Потерял Болезнь Подобралась И к нему Тихо Незаметно Спустя Три года Он умирал И тоже От рака Жена Его Злата Была Рядом Она Тоже Не отреклась Любя Александр Яшин Родившийся С Вероникой Тушновой В один День Только В разные Годы Ушел В том же Месяце Что И она В июле Они Ушли Расставшись Но Не Разлюбив Один Из семерых Детей Яшина Шестнадцатилетний Сын Позже Покончит Жизнь Самоубийством Застрелится Из-за Любви Вот Что Это Рог Кто Знает И кто Знает По какой Причине Вероника Тушнова Омолодила Себя На Четыре Года Да В последние Годы Она Стала Утверждать Что Родилась Не в 1911 А в 1915 Году Не Исключено Что Она Не хотела Быть Старше Яшина По Ее Настоянию Дата Жизни Дата Рождения 1915 Вместо 1911 Года И Дата Ухода 1965 Выгравированы На памятнике На могиле Вероники Тушновой На Ваганьковском Кладбище Дочь Вероники Наталья Разинская Станет Составителем Публикации Матери Будет Принимать Участие В литературных Мероприятиях И Многое Из жизни Вероники Тушновой Исчезнет Сотрется Но в ее стихах Из жизни Останется Личность Очень Светлая Личность Все Приняло В оправе Круглой Нелицемерное Стекло Ресницы Слеплены Вьюгой Волос Намокшее Крыло Прозрачные Свечения Кожи Лица Изменчивый Овал Глаза Счастливые Все То же Что Только Что Ты Целовал И С Жадностью Неутомимой Признательности Нет А я Любуюсь Я Твоей Любимой И Странно Мне Что Это Я Вы знаете Высказать Свои чувства В стихах Перенести их На бумагу Сложнее Чем Описать Это В прозе Но Именно Это Умение Это Мастерство Этот Поэтический Талант В состоянии Если не Излечить То Приглушить Боль Не боюсь Что Ты Меня Оставишь Для Какой-то Женщины Другой А Боюсь Я Что Однажды Станешь Ты Таким же Как Любой Другой И Пойму Я Что Одна В Пустыне В Городе Огнями Залитом И Пойму Что Нет Тебя Отныне Не На этом Свете Не На Том И Несмотря Ни На Что По Мнению Лирической Героини Вероники Тушновой Настоящая Любовь Не Погибает А Счастье Может Прийти В Любой Момент Когда Его Совсем Не Ждешь Когда Темно Когда В Глаза Ударит В Юга Ну Ну Вот Мы Незаметно Подошли К Ее Знаменитому Гимну Не Отрекаются Любя Как Я Говорила Выше Родилось Это Стихотворение Во В В 44 В Это Трудно Поверить Настолько Современно Оно Звучит И По Сей День Его До Сих Пор Считают Одним Из Высших Достижений Любовной Лирики В Каждом Слове Обнаженная Душа Поэта Для Которой Любовь Смысл И Мирила Всей Жизни Композитор Марк Минков Написал Музыку На эти Стихи Для Лирической Комедии Московского Театра Пушкина Мужчины Носите Мужские Шляпы Но В 76 Пугачева Сделает Эти Стихи Бессмертными Впервые Алла Борисовна Споет Не Отрекаются Любя В финале Конкурса Песню Года 77 Певицы Заодно Это Произведение Ее Авторам И самой Пугачевой Следовало бы Поставить Памятник Каждый раз Она будет Петь эту Композицию По-разному И будет Говорить Что исполняет Ее Так Как Чувствует В данный Момент И каждый раз К ее Горлу Подступают Слезы Да что там К ее К нашему С вами Горлу Потому что Спокойно Слушать Эту Песню Невозможно Вот Ею Я И завершу Сегодняшнюю Программу Я благодарю За внимание Вас Уважаемые Радиослушатели И звукорежиссера Акмали Тахирова За помощь И прощаюсь До следующего Вторника Услышимся В полдень На волне 620 AM Дэвидзен Радио Нью-Йорк С вами была Валерия Коренная Все что вы Слышите В этой программе Не новость Но тоже Правда Слышите Не отрекаются Не отрекаются Любя А ты придешь Когда темно Не полюбившись Отдать И таково я Это день Что трудно Мне тебя не ждать Весь день Не обходя дверь За это можно Все отдать Все отдать Не отрекаются Любя Ведь жизнь Кончается Не завтра Я перестану Ждать тебя А ты придешь Совсем Внизу Не отрекаются Любя Не отрекаются Любя Вы слушали программу Крылья С чердака Автор и ведущая Валерия Коренная Валерия Корректор А.Кулакова Валерия Корректор А.Кулакова Валерия Корректор А.Кулакова Валерия Корректор А.Кулакова Валерия Корректор А.Кулакова